В Дагестан с золотом из Сербии. Триумфаторов чемпионата мира по боевому самбо встречались сегодня в Махачкалинском аэропорту. Напомним, что в минувшие выходные на первую ступень педестала престижных соревнований поднялись двое дагестанцев. Тему продолжит Курбан Рагимов. Дружеские объятия и теплые слова. Такой поддержки на чемпионате мира в сербском городе Новий Саду спортсменов не было. В зале по известным причинам трибуны были пусты. Сами соревнования до последнего были под угрозой срыва, рассказывает Султан Алиев. 36-летний самбист школы единоборств имени Ахмедова завоевал золото во второй раз. Тем самым он выполнил норматив заслуженного мастера спорта и завершает карьеру с чувством выполненного долга. Приехали уже на чемпионат мира и там тоже нас не выпускали гостиницы, только зал или гостиницы. Конечно, мы готовились, тренировались. Ну, было нелегко от того, что я на чемпионат мира очередной попал. Не хотел подвести своих родных, близких, земляков. Честно сказать, я уже столько лет вдвоем сам выступаю. И до сих пор мне по каким-то причинам ЗМС не вручали никак. А вот после этого мира уже железное заслужил заслуженный мастер спорта. Разделить радость победы с чемпионами приехали их самые близкие и преданные болельщики. Это родные, друзья, представители Минспорта и Федерации самбо-республики. Все они следили за событиями у экранов и с замиранием сердца ждали эту победу. Республика Дагестан за последние вот эти три месяца буквально за короткое время нашему большой радости заработала где-то 300 золотых, серебряных и бронзовых медалей. За короткое, буквально за три месяца, которые нам по болезни, которые нам дали, заработали столько медалей, сколько мечтает многие государства заработать. И один из них, наши ребята, сегодня прибыли сюда в аэропорт. Мы встречаем их. Триумф на чемпионате мира скромный Мухтар Гамзаев считает заслугой своих наставников. Ученик заслуженных тренеров в России Зайнулава и Расула Гасанхановых во второй раз становится лучшим самбистом планеты. Махачкаленец уверенно добрался до финала, где вначале он уступал сопернику из Узбекистана. Однако в своей победе Гамзаев не сомневался ни на секунду. Настраивались на сходку, как на каждую сходку, как на финальную. Мы ехали только за победой туда. Но, конечно, из-за коронавируса было тяжело. И вообще дома тренироваться отменяли, потом опять делали. Дрался с киргизом, второй с французом. И финальная сходка была с узбеком. Да, был крепкий парень. 2-0 я ему проигрывал, но я сохранял хладнокровие. И верил, конечно, все, что я выиграю этот турнир. И не поддался панике. Помимо двух золотых медалей, дагестанцы привезли домой еще одну бронзовую. Ее обладателем стал Загид Гайдаров. Останавливаться на достигнутом команда самбистов не намерена. В планах небольшой отдых, после чего начнется подготовка к новому сезону. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.